Зачастую у нас, например, наши мигранты, когда уезжают за рубеж, мы часто встречаем именно такой ненасильственный опыт трудового рабства, когда наши соотечественские работы, скажем, за рубежом, возвращаются давно без заработной платы. То есть самая распространенная такая ситуация, когда работодатель говорит, вы выезжаете обратно в свою страну, а мы вам по почте передадим вашей все денежке. Вот это тоже мысль является тоже одним из видов трудового рабства, когда человека использовали в своих целях, но в то же время мы не обратили за работу. Опять-таки, вот сейчас тут говорили о сексуальном рабстве, о транспортации органов человека, да? Я бы хотела бы немножко заострить внимание также на то, что в последнее время вы часто стали говорить о том, что в нашем сообществе, не только в Кыргызстане, но и в целом мире, очень сильно стал развиваться терроризм. И вот какое отношение мы имеем к мигранту? Дело в том, что статистика показывает, что большая часть населения, которое не может найти у себя заработок на родине, они обращают вот такие вот, скажем, воензированные, такие религиозные течения, становятся в их рены и начинают воевать. Так будет в мире население. Но самое страшное является то, что большая часть мигрантов, которые живут в очень, так и скажем, тяжелых условиях, продают своих детей. И вот продажей детей все же является одной из нападающих проблем, как раз-таки касающихся населения, которые являются мигрантами, да? В чем оно заключается? Во-первых, если ребенок попал в хорошую семью, его вырастили, дали им образование, это нехорошо. Но, с другой стороны, нет гарантии того, что непосредственно данный ребенок мог оказаться, например, у сил этих религиозных террористических группировок, которые начинают психологически воспитывать ребенка таким образом и готовят из них живых шахидок. Ну, какой человек захочет своего ребенка отправить сделать из него шахидки? Ну, ему легче взяться чужого ребенка и психологически его подготовить, отправить, направить его в толку людей и спросить, попросить, нажать на пичку, да? И, соответственно, есть еще страшная такая болезнь в обществе, это как педагогия, да? То есть мы знаем, что в плане сексуального рабства широко используется еще тот момент, когда детей начинают использовать именно сексуальное рабство, да? И вот с такой целью, опять-таки, торгуют и выкупают детей. Об этом можно говорить очень много и, фактически, если мы будем рассматривать статистику по всему миру, то мы скажем, что торговля людьми является тоже одним из бизнесов, видов экономической деятельности, которые в мире, наряду, скажем, с продажей оружия, с продажей наркотиков и сама продажа торговли людьми, занимают вот эти самые первые три передовых мест. То есть первое у нас идет место – это торговля оружием, второе у нас занимает место торговля наркотиками, и третье – это торговля людьми. То есть это очень страшная статистика, да? И вот сейчас коллеги мои подсказали о том, что не понимают, что у нас непосредственно идет развитие медицинской технологии, есть такое понятие, как трансплодация органов, да? И непосредственно самый первый такой очаг, который стал причиной, скажем, в котором возникла сама вот эта идея трансплодировать человеческие органы, это вот как раз на постсоветском пространстве, в одном из постсоветских государств – это Албания. Да, и сейчас, на сегодняшний день, Албания также является страной племеногенного характера, который поставляет европейские, а также ту и развитые страны из Америки, саму Америку, вот эту человеческую органу. И вот наши мигранты иногда, вот получается, они сами обманываются тем, что они предлагают продать свою почку, да? То есть он дает согласие, но вопрос состоит в том, насколько эти люди, скажем, чистоплодны по отношению данных человеков. Поэтому отличаются такие случаи, когда человека могут поступить, дать на наркоз и взять не одну почку, а разобрать его, извините меня, на органы, да? Вот поэтому, если, например, мы поднимем вот эти данные и будем рассматривать, а сколько человек у нас в безлисте считается пропавшим, признанным судом на территории Кыргызстана, это будет, знаете, огромное количество, просто надо порыться и найти вот эту цепь, да? Но если верить статистике, то вот за этот год у нас более 175 человек в Кыргызстане были вызваны для сравства, но, увы, вот, как сказали коллеги, только два уголовного дела было возбуждено. И основная причина, вот, например, того, почему люди отказываются, вот, как сказано и прогласки, и в основном эти жертвы были жертвы сексуального характера, да, насилия, и вот эти жертвы не боялись, почему? Потому что все тюмеры у нас на сегодняшний день, они просто используют различные пути и угрожают тем, что в интернет будут выставлять фотографии, видео, да, тем, какими, скажем, какой деятель там занимается и так далее. И поэтому боязнь получить, скажем, негативное, скажем, такое отношение своих родных и общества, и быть отвергнутым, отвергнутым людям общества, человек просто отказывается забирать свое такое заявление. Поэтому это самая страшная проблема, которая существует не только на территории Кыргызстана, но и в целом к самому личному. И вот то, что вот у нас сказано, скажем, о уголовных нормах, да, действительно, законы есть, они мертвы. И вот поэтому посредством данного проекта мы хотели бы провести не только превентивные мероприятия по предупреждению, скажем, таких негативных последствий мигранцев, но и в то же время лоббировать интересы самих мигрантов, тем, чтобы последующих дать возможность защитить себя и своих близких от вот таких страшных последствий, которые мы с вами. Сейчас я отвечаю. Наш проект по этому направляется, что мы хотим, ну, как-то типа прохватить и объяснить в сознании людей, в том, что нельзя выезжать неподготовленным. Вы прекрасно знаете, что неоднократно наши диаспоры, российские, обращаются к нашим, которые собираются выезжать за пределы страны. Ребята, вы закончили школу, вы ослужили армию, вы получите сначала специальное с рабочим на месте, потом сюда приезжайте с тепловым, чтобы вы могли нормально устроиться, заключить трудовые договора, используя весь пакет социальный, который с респондом для граждан России, чтобы вы не стали жертвами обманных. По данной теме у нас в тесном взаимодействии будем работу вести, то есть деятельность по проекту «Смелия города Уши», с областной администрацией, с информационно-консультативным центром, с государственным службом по миграции. И вот с Альгейджей, тоже хоть я сейчас не занимаюсь миграцией, мы будем проводить взаимодействие, значит, дать свои проблемы социального развития. Я сейчас что хочу сказать. К великому сожалению, на сегодняшний день к нам лично, в общественном фонд «Улыбка», обращаются граждане, которые попали в выездное положение, а также стали жертвами. Я, наверное, буду сейчас прав, если здесь вы сидящие, кто-то из членов семей, или родственников, или знакомых, или соседей, кто-то был в России. Вот наша главная цель, чтобы они не попадали в такую трудную жизненную ситуацию, в выездное положение Европы. Во-первых. Во-вторых, ради информации хочу вам сказать, что на сегодняшний день существуют еще другие программы. И если кому-то, кто-то попал в такое трудное положение, могут, пожалуйста, наши контакты обратиться к нам, мы оказываем реальную пассивную помощь. Это все конфиденциально. В первых условиях хочу послушать, что это три нахвала. Мы можем помочь в приобретении лекарств, медикаментов, обследуем, значит, скажем, МРД, УЗИ и так далее, вплоть до оплачиваем стационарное лечение. Кроме того, в основном, молодежь тоже попадает в такую ситуацию, не зная своих прав и обязанностей. Обучаем их на краткосрочных курсах, к примеру, сварочного дела, электрика. Девочек обучаем на швейном делу. И кроме этого, значит, предоставляем необходимый оборот. Спасибо. 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 Спасибо.